Ну что же, всех вас очень классно, многие дети на сегодняшний вечер, желаем вам, как сказать, то, что вы выучите, у меня хорошее свое время, кто не знает, меня зовут Карпан Семен, я жду в ресторан «Арэдэннию», сегодня я ощущаю себя в разных стенах, потому что, значит, многие знают, что есть из-за нового, и хочу вам сегодня рассказать о таком национальном любви, как салатом си-кеха. Салатом си-кеха, в основном, приготовлен и создан двоим детям, и на тех технике Павловым, которые многие ехают, так и раздавят. Сегодня я хочу вам предоставить классический вариант класса ки-кеха, у меня есть один заготовок для «Самары-бара», по-другому мы уже спокойно его подготовили, на этом классическом варианте. Многие знают, что это ки-кехе, мы также называем, что это ки-кехе, значит, это ки-кехе, также у нас сегодня будет ки-кехе, 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 ки-кехе. Ки-кехе, ки-кехе, ки-кехе. Ки-кехе, ки-кехе. Ки-кехе, ки-кехе. Затем ки-кехе, ки-кехе. Очень крупная, очень хорошая. Мы добавляем знай Д ten feet. Затем, мы добавляем обычные выжищи. Мы вот его тоже подготовили. И всё. мы все перемешиваем, чтобы все вкусы, все наши ароматы, любовь готова, это все во всем мире, наша готовка заготовка. Затем, вот эта аромат, когда свежий, свежий, немного, так называем, нового, очень часто используется сейчас в ресторанах, стараемся быстрее использовать. И, конечно, вот это у нас сегодня, вот это у нас сегодня. Затем мы добавим зеленое масло концентрированное, она готовится у нас, получается, зеленое. Зеленое масло, оно готовится из петрушки. Из петрушки можно использовать в укроп, можно использовать в укроп. Она в укропе растет в каждой любви задачей, как говорится. Мы его, получается, бланшируем, затем мы его резко охлажаем из петрушки. После этого мы перебиваем в миксер, кладем его. Как и здесь, мы отстаиваем в холодильник и в целом, у нас выходит этот роман в хорошую закручиваем. Это очень хороший декорс. Также используется здесь косметичная отморка. Мы будем добавлять также декорс. Это, значит, получается, мы собираем его в макканурсе. Это, получается, послушная кладка. Многие знают, что это ячекная трава, декорс, который используется именно для обогашения пазлов. Также оно разжижающее. И также для него очень мало, так сказать, мало переносимости, потому что, так же, как сказать, у человека есть кое-какие переносимости. Может быть, сколько давление. У кого-то, сколько давление. И это будет, значит, наш кладочник калеку. Да. Но мы сегодня будем добавлять наш калеку. И вот, получается, мы уже собираем наш салат. Салат. Мы его кладем на тарелочку. Это, получается, очень любимый семер салатом с калеком. Но вот такие поручки, которые ассоциируют у нас от свежих выловленных, которые имеют идея именно под ледом выловленных. Калеку мы добавляем свежую тарелочку. Кладем по соседству. Вот это, который нам не просили. Затем выпили масло. Расправляем салатом салатом. И добавляем нашу калеку. Она нам дает кеф-кеф. Очень хорошо, как мы делаем таком блюдо. Со сладким со вкусом, а также нашей жизни. Всем приятного аппетита! Давайте мы послушаем. А как же Семенович стал шеф-поваром? Интересно же, что в династии, наверное, тоже для населения? Да. Ну... Можно поставить на компьютер, я написал, что он стал. И поговорим. Ну да, многие интересуются этой информацией. Впервые именно шеф-поваром я стал в ресторане «Шеф-повар» с 18-го года по 20-й год. Затем я перешел в ресторан «Стояк». Многие знают об этом. Проработали без прихода. И совсем недавно я ушел в ресторан «Резенверинск», который находится у нас именно в центре города. Вот такой мой путь, но я не считаю, например, того что вы. Потому что никак не вылицать. Я на кухне, как себя помню, начинал это просто с чистой рукой, с морковки, с картопеля. Я был таким человечком, который принесли, поздравили, с чистой рукой. Так же я закончил технологический технику сервиса. Нимительно закончил технологом общественного питания. Так же по сей день я там преподаю в курсе «Едутской кухни», в которой до меня бьет мой герой Накиндевич. Так же я могу сказать, что я делаю ведущую программу «Просто вкусно». И так же член ассоциации «Шеф-повар». Вот такая маленькая визиточка. Надеюсь, вам все понравилось. Будьте аплодисменты! Спасибо!